Минута в минуту. Радио. Балтком. Ну вот, продолжаем. Вторая часть нашего эфира, посвященного спорту. Еще раз всем добрый день. Я Андрей Лешкевич, напомню. Сейчас у нас главный тренер фитнес-сети People Fitness в странах Балтии Вероника Долгина. Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну да, в общем-то, я уже тут в предисловии небольшом сказал, что, конечно, ваша индустрия тоже переживает эту пандемию, естественно, очень жестко. Ну, от первого лица расскажите, как сейчас все происходит. Вы наверняка закрыты. Вот как вы переживаете, какие у вас отношения с государством в плане помощи, какие вообще эмоции? Я, наверное, начну с первой пандемии, которая у нас началась 13 марта в пятницу. Этот день я не забуду. Когда мы закрылись на 2,5 месяца. И если говорить о онлайн-тренировках, это был единственный вариант, что мы могли предлагать своим клиентам. И этим мы успешно и занимались. К сожалению, вторая пандемия с онлайн-тренировками не прошла настолько весело, как мы хотели. В силу погодных условий, наверное, да? Что вы говорите? В силу погодных условий, наверное, в том числе. В том числе, да. И, как известно, клиентам нравится, когда их радуют. Отжался 10 раз на тебе автомобиль, присел 5 раз в квартиру. И мотивация тоже у клиентов пропадает. И не так уж весело онлайн у нас и прошли. Если говорить про государство, как нас поддерживают, то на сегодняшний день это громкие слова, но в действии мы еще этого не видим. Фитнес закрыли, аренда продолжается, коммунальные продолжаются, но субсидии и помощь государству на сегодняшний день фитнес-индустрия не получила в тех размерах, которые мы ждали. И в каком объеме, да, объеме, это было обещано. Но вот я не могу не спросить, вы здесь главный тренер в странах Балтии, получается, вашей сети, фитнес-сети. Да. Интересно узнать, а вы, наверное, знаете ситуацию в других, в наших соседних странах. Сеть ваша, она как бы работает в трех странах, получается. Какова такая же идентичная ситуация или отличается? Все, что вы рассказали. Отличаются. Примерно возьмем пример Эстонию. Эстония закрыла самое последнее, блокдаун, но на сегодняшний день они уже работают. И государство субсидировало именно эстонский клуб, частично. Это не могу сказать про Литву. К сожалению, Литва закрыла самое первое, и даже прогнозов нет, когда могла бы открыться Литва. И что еще страшнее, нет прогнозов, когда могла бы открыться еще и Латвия. Но вы как-то вот надеетесь на... Ну вот наверняка проходили какие-то занятия на улице, как вы сказали, в первую волну. И в принципе тоже, ну не завтра, но не за горами. У нас и весна, и, наверное, снова это можно возобновить. Вы какие-то питаете надежду на этот счет, или все-таки все ставки на конец, окончание чрезвычайной ситуации, уже полноценную работу? Ставлю ставки на то, что надо выходить на улицу. Очень надеюсь, что будет и позволено. Но, к сожалению, цифры показывают совсем другую картину. И это не надо делать. У нас уже как фитнес-индустрии не только меня, но и большие клубы в Латвии. Мы уже не питаем никакие иллюзии. И готовы к самому такому неприятному сценарию. Вот по поводу других клубов вообще ходили некие разговоры о том, что спортивная индустрия тоже хочет скооперироваться и каким-то общим вот этим вот движением обратить на себя внимание. Как, например, сделала индустрия красоты в лице маникюрщиков, удививших всех своим гражданской осознанностью вообще, и даже отвоевавшие там частично какие-то вещи, хотя потом их тоже все равно закрыли. Были ли какие-то у вас, не знаю, попытки или, по крайней мере, намерения как-то обратить на себя внимание, указать на несправедливость всей этой ситуации и так далее? Да, мы соединились в одну большую ассоциацию фитнеса, где мы являемся 15 клубов. Поставим. Да, представители, да. Представители клубов. И на сегодняшний день мы до сих пор работаем. Мы стараемся делать все, что в наших силах. И хочу сказать, что благодаря ассоциации, которая была создана ГИНТом Кузнецовым, то мы отвоевали и проработали на один месяц дольше, что уже плюс. Расскажите, вот вы упомянули по поводу клиентов, что у них по мере первой-второй волны пропадала мотивация. Как вот все-таки это происходило? То есть вначале люди, наверное, с пониманием отнеслись к ситуации, были, как вы сказали, онлайн-занятия, потом погода портилась. Вот какой вообще фидбэк получаете от своих клиентов? Потому что в фитнесе, мы знаем, там постоянные, очень много постоянных клиентов. Да, фидбэк такой, что теряется эта мотивация, теряется контакт с живым тренером. То же самое, если мы смотрим экскурсии на Бали через телевизор по Discovery, или мы сами на Бали, это две разные вещи. И то же самое получается и тут. Со временем, да, все рады, есть фитнес-тренировки, есть тренера, но со временем они устают, начинают уже ныть, начинают уже придумывать оправдания. И, к сожалению, потихоньку онлайн-тренировки уже начинают как бы так... Ну, сворачиваться, да, наверное? Ну, можно сказать, да, сворачиваться, посещая все меньше и меньше людей. А какой процент, если можно так, конечно, там точные цифры, естественно, невозможно подсчитать, потеряли, простите, вы лишились вот по мере этой пандемии уже, которая год скоро будет у нас длиться, сколько верных осталось, чтобы продолжить занятия спортом? Ну, давайте возьмем, что клиентская база – это 100%, то в среднем мы потеряли 25%. Четвертая часть. Угу. Ну вот со стороны представителей ваших коллег часто приходится слышать, понятно, эмоциональные такие мнения, что нет логики в нынешних ограничениях, да, условно там. Ну, такой банальный пример – алкоголь употреблять можно, он разрешен, хотя ненадолго был запрещен, спорт запрещен в то же время. Насколько вы согласны с этой позицией в целом? Как видите нынешние ограничения, которые пытаются как-то правительство наше применять? Вы знаете, один из этих пунктов, почему хотели спортивный клуб закрыть, потому что они в бюджет не вносят суммы большие. Вот я хотел, да, тоже об этом спросить. Мы доказали, что мы кормим бюджет, и неплохо, и у нас очень много тысячами работников. Я имею в виду по всем спортивным клубам, не только наш, People Fitness. Да, и поэтому мы удержались на этот один месяц. Но для меня, как студент медицинского факультета, мне непонятно, когда государство говорит, что спортом мы заниматься не будем, всё мы закрываем. И также есть статистика приблизительная, что люди, которые болеют COVID, заболевшие в спортивных клубах, это не является местом, где все болеют. И за все 6 месяцев, мне кажется, на одной руке можно было пересчитать те, которые были заболевшие, и то они клуб уже не посещали. Это процентуальная статистика. Да. Просто к вопросу о налоговой составляющей. Мне казалось, что это такое мнение, что якобы те же фитнес-сети не вносят такое количество налогов. Но прямым текстом всё-таки правительство, кажется, об этом не говорит, потому что это было бы цинично, что всё измеряется в деньгах. По такой логике можно и благотворительные организации закрывать, например. Я так понимаю, что это всё-таки предположение, что вот спорт оказался вне, скажем так, какой-то милости, потому что они тупо приносят меньше денег. Да, может быть, такая логика и была. Но, с другой стороны, я думаю, когда пандемия закончится, и люди обратят внимание и будут заниматься ещё интенсивнее, больше спортом уже за 9 месяцев. Сколько уже? Подождите. Мы скоро уже будем годовщину COVID-19 справлять. Да-да-да, в марте будет год. Именно так. Я думаю, я очень надеюсь, что люди обратят на своё здоровье больше внимания. Они захотят как бы больше заниматься спортом. Да, в двойной силе. Потому что всё равно уже не было. И знаете как? Запрещённый плод сладок. Вероника Долгина, главный тренер фитнес-сети People Fitness в странах Балтии. У нас сейчас на прямой телефонной линии. Вероника, скажите, вот я такой пример очевидный, яркий. Это вот последние как раз выходные, по-моему, это случилось. В Резекне журналисты приехали в один из спортивных залов. Как оказалось, он работает. Они там с заднего входа увидели, что входят люди. В общем, микроскандал. Не секрет, понятно, что некоторые, даже не только индустрия спорта, переходят в какое-то подполье. Вот вы эту ситуацию как видите? Два диаметрально противоположных мнения. Индустрию довели, её просто загнали в такую позицию, что у неё нет выбора. Или всё-таки недобросовестные люди, которые нарушают тогда, как установлены правила для всех одни? Такой очень интересный вопрос. Ну да, жизненный. Я бы отметила, что люди, которые привыкли заниматься спортом, они со мной или выходят на улицу, или занимаются, ну, как бы не секрет, что тянет в спорт. Хотим заниматься. Минус 20, и парни решили, давайте спортсменный клуб откроем и позанимаемся. Пока минус 20. Трудно сказать, трудно так. Просто моё мнение и конкретных комментариев несложно иногда дать. Но по этому поводу вот вы упомянули, что фитнес-зал не является тем местом, где распространяется пандемия. То есть вот во время первой волны, пока вы ещё не закрылись, как это происходило? Как вы практиковали это? Там дистанция, дезинфекция тренажёров? Что ещё? И насколько это вообще эффективно, с вашей точки зрения? То есть это могло бы и сегодня работать, как я понимаю? У нас были ограничения. Мы могли в клуб пускать 100 человек, столько, сколько позволяло по ограничениям. Да, мы должны были поставить рецепциониста, который смотрел от и до. Мы должны были ограничить себя во времени. Наш клуб работает 2-4 часа на 7. Кругло... Да, круглосуточно. И тут наша идея бизнеса, что мы максимально автоматически, автоматизированы. И клиент заходит в 4 утра, в 12 ночи. И тут, когда ограничение по временям, то мы должны были поставить дополнительного человека. Плюс мы должны были поставить дополнительные работы уборщицам, дезинфекторы. Мы должны были закрыть половину тренажёрного зала. Кардио, именно кардио-тренажёров. Потому что 2 метра, и тренажёры работали один через один. И плюс мы должны были, ну, где-то 5% убрать с тренажёрного зала, чтобы и тренажёрное у нас было 2 на 2. Относительно 2 метра от каждого тренажёра. Ну, вот в целом, опять же, если говорить, понятно, что прогнозы – дело не очень благодарное. Но, то есть, я не хочу пессимистам показаться, но мы видим, что многие бизнесы, в том числе из разных сфер, в первую очередь, конечно, общепит, гостиничный бизнес, они просто терпят крах и закрываются. Вот вы как-то смотрите в будущее и видите этот, скажем так, кредит времени, которым вы располагаете? Или, может быть, вы в целом чувствуете себя стабильно? Вот просто сколько, если простым языком говорить, ещё вы сможете продержаться в таких условиях, если вдруг у нас ещё будут продлевать чрезвычайную ситуацию, там, я не знаю сколько, до лета, например? Самые первые, которые будут закрываться и не возвращаться, как я считаю, это будут маленькие студии, индивидуальные, большие клубы, ну, вы знаете, наверное, ещё месяц-два – это максимум, потому что убытки, убытки, а ни один цент мы не получаем в плюс, у нас только убытки уходят, и долго мы не протянемся. Я очень надеюсь, что 7 февраля – это тот звоночек, когда хорошо, ребята, открываемся, работаем, но если мы включаем пессимитическую сторону, то я не вижу выхода до 1 марта, а то и до 1 апреля. Вы что-то конкретное от государства сейчас ожидаете или вы в этом смысле тоже в подвешенном состоянии, вы не понимаете, вообще поступит какая-то помощь или как вообще? Мы подали все документы, на что мы могли подать, и теперь ждём ответ. На сегодняшний день у нас ответа нету, поэтому ничем поделиться с вами не могу. Ну, наверное, в завершение я вас уже спрошу, я вот просто взглянул на ваши соцсети, назовём это так, и увидел, что вы также поклонник сноуборда, горнолыжного всей этой истории. Сейчас в этом смысле тоже понятно, мы все очень ограничены, но при этом латвийские, вот горы, если их так можно назвать, они очень забиты, там очень много людей, потому что у людей нет выбора. Вот как вы эту ситуацию видите, может быть, это даст толчок развитию горнолыжного, с позволения сказать, спорта в Латвии? Ах, вы знаете, я только за, пусть и будет горнолыжный, пусть откроет и на этих яблочках, пусть только люди занимаются чем только можно, спортом максимально много. И я думаю, что все равно даже горы не получают ту сумму, на которую они рассчитывали до этого, но хотя бы что-то, поэтому каждый двигается как может. Спасибо вам, да. И как бы сказать, у меня такая белая зависть, что они работают, но это белая зависть. Такая же, как и снег. Спасибо вам большое, Вероника, желаем вам искренней удачи и надеемся, что действительно все мы скоро сможем посетить спортзалы, которых нам сейчас так не хватает. Главный тренер фитнес-сети People Fitness в странах Балтии Вероника Долгина была у нас во второй части нашей спортивной программы. Спасибо вам, Вероника, и всем радиослушателям, которые слушали нас этот час. Хорошего дня, до свидания.